Украина получила почти бесплатные деньги. Первый в истории страны выпуск гособлигаций на американском рынке осуществлен с рекордно низкой ставкой 1,8% годовых. Это почти в три раза дешевле, чем Виктор Янукович занимал у Владимира Путина в прошлом году. Директор Департамента внешнеэкономических отношений Национального банка Сергей Круглик знает, на что хватит этих денег. Производить водку легально становится выгодно. По итогам апреля в стране увеличился выпуск крепкого алкоголя. Больше нет молодой команды и старого президента. И скрывается от налоговой незачки. Председатель Совета директоров международной компании Немиров Яков Грибов расскажет о том, как производителям выйти из сумрака. Особый взгляд на экономические события недели от Майкла Щуров. Пане министре, чекаем и до вас наступного разу правильную статистику. На текущей неделе Украина впервые выпустила пятилетние облигации внешнего госзайма под гарантией другого государства, да еще и на очень выгодных условиях. Похоже, этому украинскому правительству удастся войти в историю, как первому правительству, которое добилось самых дешевых денег за всю историю нашей страны. Этот займ вообще уникальный для Украины. Во-первых, это дебют в американских бандах. Скорее, это Амеробанды, нежели Евроманды. Он получен под гарантией государства США, чего в истории Украины тоже никогда не было. И рекордная низкая ставка 1,884. Такой ставки займов в Украине никогда не было. То есть можно сказать о том, что, по сути, это первый, скажем, наверное, реальный позитивный шаг, который сделала новая власть. До сих пор Украина испытывала проблемы с займами на внешнем рынке. Последний раз стране удалось разместить долларовые облигации год назад. В апреле 2013 года были выпущены банды на сумму 1,23 миллиарда долларов под 7,5% годовых. После этого желающих так дешево покупать госбумаги не было. В декабре прошлого года кредит на 3 миллиарда долларов Украине выдала Россия. Но ставку, 5%, под которую были выданы эти деньги, эксперты называли исключительно политической, а не рыночной. Нынешнюю ставку, менее 2%, можно и вовсе считать чудом. Подробнее о ситуации с привлечением кредита расскажет директор департамента внешнеэкономической деятельности Нацбанка Сергей Круглик. Первый вопрос касается привлеченного кредита, то есть американские облигации займа, которые Украина смогла получить под рекордный низкий процент. Что они позволят добиться, позволят ли они стабилизировать финансовую систему страны и какие плюсы, какие основные последствия привлечения этого кредита? Тот миллиард долларов США, который был прогарантирован правительственно Соединенных Штатов Америки и под реглигацией которого мы взяли ресурс на международных рынках капитала, это одна из маленьких частей тех ожидаемых ресурсов, которые необходимы сегодня в нашей стране для стабилизации ситуации, как на финансовом секторе, так и в целом в стране. Как вы знаете, 30 апреля до этого выхода на международный рынок капитала мы подписали с Международным валютным фондом договор «Астенбай» на сумму почти 11 миллиардов специальных прав СПЗ, специальных прав запузычек. Это около 17 миллиардов долларов США. То есть кредит, который предоставляется Международным валютным фондом Украине для именно стабилизации системы банковской, финансовой, для проведения реформ как в самом правительстве, как в самом государственном механизме, так и в самой экономике, для стабилизации макроатмосферы, для каких-то точечных, наверное, изменений в тех секторах экономики необходимо было сделать, для реформ в энергетическом секторе, регулятивном, о котором мы так часто говорим и так долго говорим. Поэтому начнем считать те ресурсы, которые должны помочь стабилизации ситуации в Украине. Конечно же, один миллиард не спасет ни Украину, ни другую страну никакую, но это будет той каплей, очень важной для дополнительных ресурсов, ожидаемых от как государственных, так и, наверное, большей мере частных инвесторов, которые придут в Украину, в экономику, которые поверят амбициозным программам нового правительства и особенно экономического блока, который и представлял страну во время переговора с Международным фондом, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и других финансовых институтов. Как вы в целом оцениваете сегодняшнюю ситуацию в банковской сфере в Украине? Насколько она острая? Для того, чтобы оценить сегодняшнюю ситуацию, нужно понять, что ситуацию, как сегодня, Украина не имела никогда. По сути, сегодня мы имеем военные действия на востоке Украины, по сути, мы имеем сегодня агрессию со стороны Российской Федерации, а именно захвата Крыма. От этого нужно и отталкиваться по ситуации, в том числе и в банковском секторе. Как вы знаете, банковский сектор — это была единая такая система, включая, естественно, и Крым, и Восточная Украина, и все области Украины. Замкнутый цикл, который регулировался на самом банке Украины, потому что банковский назвор также находится на самом банке Украины. И когда отрывают куски системы, естественно, система будет болеть. Вас укололи палец иголкой, вы больны на самом деле, даже если это очень незначительно. То же самое можно сказать о банковском секторе. Сегодня он не есть здоровый, тем более, что после событий на Майдане прошло только два с половиной месяца. За два с половиной месяца сделано очень много для того, чтобы он был более здравый, более понимаем, более прозрачен и осязаемым, скажем так, чтобы его могли чувствовать как эксперты, так и простые люди. Если говорить в целом по системе, то количество банков, которые мы сегодня имеем, а именно 181 банк, зарегистрированных в Аценном банке Украины, работающих нам намного меньше. И я думаю, что будет еще, и это не мое мнение, это мнение и экспертов международных финансовых и экономических, и программа Национального банка, которая сегодня развивается вместе с коммерческими банками, развивается программа развития банковского сектора до 2020 года, Впрочем, эксперты уверены, что привлечение кредитов даже на самых лучших условиях проблемы не решит. Есть такое понятие в математике «необходимые и достаточные условия», так вот выделение этих денег – это есть лишь необходимое условие, потому что деньги, которые пришли сейчас от Международного валютного фонда, они пойдут в основном на покрытие долгов, на стабилизацию бюджета, и это еще не частный капитал, который так необходим Украине для того, чтобы развиваться. Самый главный фактор, который не дает украинской экономике развиваться, и это вовсе никакой не секрет, это коррупция в ужасающих масштабах, которая присутствовала, наверное, все 20 лет, больше 20 лет со времени получения Украины независимости, и которая развилась, наверное, до невиданных масштабов последние 3-4 года. И последнее, о чем я хотел также спросить, это вопрос, например, связанный с Дельта-банкой. Говорят, что почему-то помогла нынешняя власть на Дельта-банку, но она не помогла банкам и их политических оппонентов. Я бы не говорил, что все-таки есть политический выбор банков, потому что Национальный банк смотрит вместе с экспертами, вместе с банковским сообществом, поверьте, много есть собраний и обсуждений за круглым столом, в том числе есть обязательства Национального банка и обязательства нашей страны. Так вот, приоритет есть на сегодня, это защита, естественно, людей в первую очередь, потому что львиная часть депозитной системы Украины, это вкладчики среднего достатка и пенсионеры. Это всем известно, поэтому защита именно этого слоя населения есть приоритетом Национального банка Украины и защита инвесторов с другой стороны тоже есть приоритет. То есть для того, чтобы банковская система была здорова и дальше развивалась, нужно защитить права инвесторов и нужно защитить права вкладчиков. Чем и занимается Национальный банк, поэтому, когда смотрит на какой-то банк, смотрит прежде всего, ну, безусловно, на их платежеспособность, на их состояние, но и смотрит, сколько вкладчиков в этом банке. Если вкладчиков в банке нет вообще, то, естественно, решение принимается очень быстро и имплементация этого решения тоже происходит очень быстро. Если этот банк занимался конвертационными операциями и не занимался экономикой, не кредитовал какие-то сегменты экономики, то же самое, принимается очень быстрое решение и всем понятно. С большими банками я бы не нагнетал обстановки, потому что, а, есть действительно большой банк и есть вкладчики. Поэтому, говоря о банке, который сейчас находится во временной администрации, не все так просто. Идет обсуждение с экспертом, в том числе между фондом гарантированного клада и международными организациями, которые в том числе помогают каким-то образом реформировать не только всю банковскую систему в целом, но и конкретные случаи, как банки «Брокбизнес», или «Форум», или другой банк. Сейчас алкогольная отрасль в Украине, наконец, выходит из затяжного кризиса. По результатам апреля Госстат зафиксировал рост производства водки на 4,3%. В натуральном выражении это не так уж много. Чуть более 1 миллиона бутылок при месячном производстве в 24 миллиона. Но даже это дает производителям основания для оптимизма. Далее в программе. Производить водку легально становится выгодно. По итогам апреля в стране увеличился выпуск крепкого алкоголя. Больше нет молодой команды и старого президента. И скрывается от налоговой незачи. Председатель Совета директоров международной компании Немиров Яков Грибов расскажет о том, как производителям выйти из сумрака. Особый взгляд на экономические события недели от Майкла Щуров. Пане министре, чекаемид вас наступного разу правильной статистикой. Украина входит в число наиболее пьющих стран мира. Такие страны на карте выделены черным цветом. На протяжении долгих лет потребление алкоголя на душу населения остается практически неизменным. В среднем, в пересчете на чистый алкоголь, взрослый украинец выпивает порядка 13 литров в год. Парадокс заключается в том, что при постоянном уровне потребления производство крепкого алкоголя до последнего времени неуклонно сокращалось. В прошлом году падение составило более 17%. Предприятия страны выпустили всего 28 миллионов декалитров. Хотя еще 3-4 года назад объем производства стабильно держался на уровне около 40 миллионов декалитров. Из-за этого в прошлом году в госбюджет поступило почти на 1 миллиард гривен меньше. Если мы сейчас с вами просто смотрим на украинский рынок, мы должны начать с того, что последние несколько лет отрасль, алкоголь и производство водки конкретно находились 50% в тени. И жестко управлялись предпринимателями близкими 50%. В тени и управлялись предпринимателями близкими к бывшему президенту. И соответственно, когда сейчас поломана эта система, первый же месяц, апрель месяц, показал рост производства легального алкоголя. Как только ушла тень, увеличилось легальное производство, государство начало получать. Следующий шаг. Что будет с легальными производителями дальше? Если государство удержит ситуацию, оно продолжит увеличивать, без увеличения акциза бы продолжило зарабатывать, рост доходов бы у государства. И соответственно, у легальных производителей тоже рост производства. Если государство не сможет удержать эту ситуацию, все, снова вернулись туда же. Падение рынка на 20%. Ну, в зависимости от теневой сборки. Смотрите, вот даже правила дорожного движения. Когда мы едем все по дороге, мы видим скопление машин на определенных местах, и сразу мы понимаем, регулирует регулировщик. Ну, однозначно, ну, первая реакция, которая приходит на ум водителю. А когда, ну, даже медленное движение, ты понимаешь, что ты едешь, как бы, при помощи, там, регулировки светофором. Вот то же самое и в бизнесе, или там, в правилах. То есть мы хотим равных нормальных правил. Даже если мы будем продвигаться медленно, ну, посредством, там, регулировки светофором, ничего страшного, мы понимаем, что мы все в равных условиях. А если, например, какое-то движение, например, остановлено для того, чтобы кого-то другого, там, поперечного пропустить, ну, тогда ты понимаешь, что ты можешь ждать сколько угодно времени, и для кого-то более зеленый свет открывается, и возможности. И это в конечном итоге является деструктивным, в целом для общества. Кто-то выигрывает, но это единицы, а общество проигрывает в конечном итоге. Скажите, чем же отличается бизнес в Украине и России? Чем отличаются условия? В России за последние 8 лет реализован мощнейший, я считаю, очень эффективный проект. Введнедрение системы ЕГАИС. Система контроля за оборотом алкогольной продукции. Которая позволяет отследить продукцию с момента производства до момента продажи конечному потребителю через кассовый аппарат в магазине. Послушайте, ура, победа, тень должна умереть. И один неверный шаг со стороны правительства. И вся эта работа сегодня пошла на смарку. Ну, я уверен, что это поправимо. Тем не менее, давайте проанализируем. Рост акциза, очередной рост акциза, привел к тому, что для потребителя первое стало невозможным. Купить легальную продукцию со всеми налогами. Это первый тезис. А второй тезис. Мощный коррупционный рычаг в руки бутлегера. Больше 3 долларов налогов. 3 доллара там заработают все. Производитель, контролирующие органы, продавцы, эти самые розницы, и потребитель в виде скидки на продукцию. Все заработают. Поэтому, когда мы говорим об Украине, то прежде всего, остороженная, взвешенная политика государства в вопросах акцизов это есть компромисс трех составляющих. Первая способность государства собрать хотя бы 85 процентов налогов, которые они продекларировали по акцизам. Тезис номер два. Покупательная способность населения. Население должно быть в состоянии купить продукцию со всеми уплаченными налогами. И третья, тоже немаловажная. Моржа, которая остается в распоряжении легального производителя, должна быть достаточной, чтобы он оставался в этой отрасли. Я борюсь за минимальную розничную цену не для того, чтобы поднять цену для потребителя, а для того, чтобы государство ответило само себе на вопрос, состояние ли потребитель, купить. Это же мониторинг, по сути дела. Когда государство говорит, что легальная бутылка водки не может стоить меньше, чем 34 гривны, например. Но не может она меньше стоить, потому что, если посчитать, себестоимость, она известна до полуцента. Наценки розницы, дистрибуторов, налоги. Вот известна цена 34 гривны, например. Если стоит по 20 гривен, скажите мне, кто не заработал в этой цепочке? Розница заработала, производитель заработал. Мне кажется, что не заработало государство. Что вы предлагаете государству, как производитель, как специалист в отрасли, для того, чтобы закрепить свой успех, для того, чтобы легальное производство росло? Первое, что я бы предложил государству, это решать свои задачи и проблемы самостоятельно. Понимаете, я предприниматель, я не должен решать вопросы в фискальных органах. Я бы хотел так сказать. К сожалению, мне не дают возможности так сказать. Я все время должен что-то советовать. И все время должен жаловаться, рассказывать и так далее. Я не хочу этим заниматься. Я хочу заниматься исключительно бизнесом. То есть я еще раз говорю, вы хотите со мной теоретизировать на тему бизнеса, а я вас всех призываю, и вас, и слушателей, я призываю задуматься, что перед нами реальный враг, коррупционер. Перед нами враг, судья, коррупционный судья. И я всем говорю, друзья мои, за шкирку и за пределы этой страны. Или за пределы здания суда. И вот в этом случае с удовольствием готов дискутировать на тему, как создать бренд, как вложить деньги. А решту экономических новин подсумует наш специальный оглядач Майкл Щур. А сейчас подгодение трансформаторной подстанции. Мы начнем огляд экономических новин за последние 7 дней для программы Перша шпальта. Чили на бензин подскочили на 1 гривню. Теперь К95 коштует 15 гривен. Власники заправок всю вину свалюют на валюту. Мовляв, валюта росте и бензин росте. Но валюта останним часом дешевше. А вот бензин почему-то и... Киевстар пропонує безкоштовні тарифи своїм корпоративним абонентам. Але якщо ви вирішили купитися на чу рекламу, то прошу, молю вас, уважно сів, читайте у маленький шрифт внизу. Там маленькими літерами вписані великі сумни. Тарифи на газ зросли на 56%. Оце допрацували сі. Але то, якщо не подумати. Але з іншого боку, без подорожчання цим на газ МВФ не дав би нам кредита. А без цього кредиту долар би коштував не так, як зараз, а 30 гривнів. І газ щеодно би дорожче коштував. Тому може краще за газ переплачувати на 56% ніж за долар 200. Міністерство палива та енергетики рапортує, що збільшили видобуток вугілля на 5%. Щоправда, у країнах з розвинутої економіки, ну або принаймні, там, де розвинутий міністр економіки, рапортують не про кількість видобутого вугілля, а про кількість проданого. Тому, пане міністре, чекаємо від вас наступного разу правильної статистики. В Україні зменшилися кількість гривневих мільярдерів, бо то рапортує Міністерство фінансів. Їх було чотири, а тепер-ка лише два. Хоча з іншого боку, за рейтингами журналу Forbes, в Україні більше сотні гривневих мільярдерів. Ну, в принципі, та зрозуміло. Потрапити у рейтинг журналу Forbes набагато безпечніше і дешевше, ніж у рейтинг Мінфіну чи податкової. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарки.